У каждого водителя мотоцикла, мотороллера и мопеда должны быть в наличии документы, разрешающие управление транспортным средством и защитная экипировка. Но, как показывает практика, так бывает не всегда. Причем чаще всего таких нарушителей можно встретить не на оживленных трассах, а поселковых дорогах, в садовых товариществах и в сельской местности. Задача полицейских – проверить соблюдение правил дорожного движения. В соответствии со статьей 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В рамках профилактического рейда сотрудники ГИБДД проверили у водителей двухколесного транспорта документы и наличие мотошлема. Кроме этого, раздали буклеты, которые напоминают о правильном выборе скорости и обязательном знании языка мотожестов. Вообще на будущие жесты, которые... А, мотоцик, 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 наши наши... В этот раз сотрудники ГИБДД выписали штраф одному нарушителю. Молодой человек оказался за рулем без водительского удостоверения. Водитель заплатит штраф в размере 500 рублей. Потому что дома находятся. Ну, вы должны вообще-то с документами есть, как вы считаете? Ну, я, наверное, считаю, да. Я не буду, что я буду. Ну, забыл. Бывает слово, что забывает человек. Ну, знаете, что вы садитесь за транспортный средств? За любой транспортный средств садитесь, да, я согласен, что я должен иметь... Что, если не права, это еще и ответственность большая. Я с вами согласен полностью. Ну, здесь, когда забываешь. Понимаете? Попадайте, пробивайте, я вам все покажу. Подобные профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД планируют проводить все лето не только на сельских территориях, но и на городских улицах. Ну,ـ- Продолжение следует...